Наконец-то IT на диване. В прямом смысле. Это видео про комфорт, а именно комфорт на рабочем месте. Мое рабочее место было на диване с ноутбуком. Ну, не зря же так канал назван. Именно поэтому решил оборудовать себе полноценное домашнее рабочее место. Домашний мини-офис. Наверное, потому что я скучаю по офисным временам. Нет. В этом видео я покажу весь процесс создания своего домашнего рабочего места и покажу, что в итоге получилось. Если вам это понравится, не забудьте поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий. Любой комментарий продвигает это видео и канал в целом. Первое, что я купил, это был монитор. Выбор я остановил на модели Samsung 34 дюйма с изогнутым экраном. Основным критерием для меня было наличие зарядки ноутбука через Type-C. Это очень удобно, когда ноутбук заряжается напрямую от монитора. К тому же сам монитор работает как хаб. Портов не сильно много, но все самое нужное есть. Я сразу понял, что придется как-то бороться с проводами. Да, и сам монитор на его родной ноге висел как-то хлипко и не внушал доверия. К тому же из-за размеров все той же ноги его нельзя было придвинуть вплотную к стене. А ввиду ограниченного пространства для меня это было крайне важно. Давайте прервемся буквально на минуту, я расскажу вам о спонсоре этого видео. IT-сфера сейчас очень привлекательна по многим причинам. Когда я учился в школе, я покупал книги о компьютерах и во всем разбирался сам. Мне это было интересно и единственным источником информации для меня тогда были уроки информатики. Но качество информации там было так себе. Именно поэтому я хочу рассказать вам про онлайн школу для детей и подростков от 8 до 18 лет SkySmart. SkySmart это то место, где преподаватели простым языком объяснят, как любую задачу превратить в команду для компьютера. Научат делать игры в визуальном редакторе, а также создавать сайты и приложения. Ребенок освоит один из самых востребованных языков Python и сможет на нем писать. Ну и конечно же зарабатывать свои первые деньги. Даже если в программировании совсем нет знаний, можно пройти первый бесплатный урок, на котором определиться с направлением и подобрать индивидуальный план обучения. SkySmart это платформа с очень удобным интерфейсом и к тому же есть постоянная связь с преподавателем. Поэтому вы можете быть уверены, что вы точно не останетесь одни. Кроме программирования можно взять блок подготовки к ЕГЭ по английскому, русскому, математике, физике и обществознанию. Ну а чтобы учеба была приятно выгодной, у меня есть промокод для вас на 2 бесплатных урока при покупке курса из 8 занятий. Ссылка на онлайн школу SkySmart и промокод в описании под видео. Именно неудобная нога монитора, можно сказать, и вынудила меня купить специальный кронштейн для стола. Искал я его долго. Большинство тех, которые мне попадались, рассчитаны на мониторы весом до 6 килограмм. Мне нужен был такой, который выдержит 8-9. Ценник на них был достаточно высокий, порядка 200 долларов. Пришлось искать даже за границей. В итоге нужный был найден и по достаточно приятной цене, около 60 долларов. К тому же кронштейн оказался с приятным бонусом в виде двух USB портов. К моему большому удивлению, это оказалась очень качественная вещь. Толстый металл, хорошие места соединений, никаких люфтов, да и в целом, когда берешь его в руки, ощущение, ну, никак не на 60 долларов. В общем, изделием я остался доволен на все 100%. Собирал и примерял кронштейн. Больше часа. Несколько раз переносил его на разные части стола. В итоге остановился, как это часто бывает, на самом первом варианте. Далее занялся укладкой кабеля в кабель-каналы. Они, кстати, сделаны очень удобно. Сейчас многих прямо-таки раздражают провода, и они всячески стараются их убрать. Я решил не отставать от современных трендов и заняться, как это сейчас модно говорить, кабель-менеджментом. Смотрите дальше, но мне кажется, мне это удалось. После такого явно можно претендовать на позицию Head of Cable Management Department. Если вы знаете, где открыты подобные вакансии, обязательно пишите в комментарии. Ну и в качестве финального штриха я решил прикрепить к столу специальную корзину для проводов. Купил я ее в Икеа за 8 долларов. А вот так я организовал подсветку стола, и скажу, что в ночное время с ней намного комфортнее работать. Мой рабочий стол делался на заказ и выполнен из цельного куска дерева. Это, конечно, красиво, но не очень практично. Именно поэтому я решил купить вот такую тряпочку на стол, которую называют игровая поверхность. Понравилось то, что при достаточно низкой стоимости выполнена она очень неплохо. К тому же прорезиненное основание не дает ей двигаться с места. Клавиатура и мышь серии MX от Logitech. Пост об этом я выкладывал у себя в Инстаграм. Там обновления чаще, чем на канале. Скажу, что это самая удобная мышь, которая у меня была. Ну и, конечно, самый важный элемент, который был сделан своими руками. А, точнее, разобран ими. Теперь я уж точно знаю, как работают мои приложения внутри. Ну и вот, что получилось в итоге. В итоге получился примерно вот такой сетап. А теперь давайте пройдемся по ценам, во что мне это обошлось. Самая дорогая вещь это монитор и вышел он примерно в 500 долларов. Клавиатура стоила чуть больше сотни, а мышь примерно 115. Игровая поверхность или, как я ее назвал, тряпочка вышла около 15 долларов. Корзина для проводов 8, а подсветка для стола около 10. Картина в виде разобранного айфона обошлась практически бесплатно. Заплатил только за рамку около 10 долларов. Айфон у меня был. Ну а самая красивая вещь на этом столе, стабилизированный мох, обошелся примерно в 3 доллара. Покрасил в черный, я его сам. Стол я заказывал раньше, это слэп дуба и обошелся он примерно в 250 долларов. Ну и центр всего этого сетапа 16-дюймовый MacBook Pro, который я не считаю, потому что он у меня давно. Если тебе нравится мой YouTube канал, уверен, ты оценишь и Telegram канал, в котором я пишу исключительно авторские статьи, делюсь инструментами и сервисами, которые использую в работе лично, а также рассказываю простыми словами о сложных вещах. Переходи по ссылке в описании и подписывайся. Ну а как ты знаешь, подписка это лучшая благодарность автору. Сейчас меня устраивает практически все. Почему практически? Мне не очень нравится вот эта подсветка. Мне кажется, она достаточно тусклой и хочется что-то поярче. Плюс, если вы обратили внимание, все-таки остался один провод. Это провод, который соединяет MacBook с монитором. Он достаточно короткий, поэтому не получается его спрятать и выглядит он не очень аккуратно. Я попытался найти провод длиннее Type-C Type-C, размером более метра, но перебрав несколько вариантов, почему-то они отказывались работать и изображение на монитор никакое не передавалось. Хотя кабели были предназначены точно для синхронизации, а не только для заряда. Поэтому, если у вас есть идея, почему может не работать обычный кабель Type-C Type-C при соединении ноутбука и монитора, напишите об этом в комментах. Я вам скажу спасибо. Также я заметил, что мой MacBook при подключении к этому монитору стал заметно чаще включать вентиляторы и очень сильно шуметь и греться. Хорошим решением, конечно же, была бы покупка Mac Mini, но я пока не вижу для себя прям такой острой необходимости в замене. Еще мне не очень нравится мое кресло, на котором я работаю. Оно очень часто скрипит. Оно практически постоянно скрипит. Поэтому, если вы знаете какие-то классные модели кресел, за которыми можно долго сидеть, работать, напишите об этом в комментах, потому что выбор их огромный и что взять, вот просто теряешься. Ну и к тому же выбрать кресло по картинке это достаточно непросто. В остальном же меня все устраивает максимально. Монитор очень комфортный, за такой диагональю я никогда не работал и на нем вмещается просто все, что мне нужно. Клавиатура и мышь это, наверное, тема отдельного разговора и, возможно, я когда-то сделал... Нет, не сделал, я не техобзорщик. Могу сказать только одно. Это лучшая по комфорту мышь, которая у меня была. Для меня немаловажно было наличие горизонтальной прокрутки, которая есть в этой мыши. Клавиатура такая же удобная, как и мышь. Она, кстати, позволяет переключаться между несколькими устройствами сразу. У нее очень маленький ход клавиш, она напоминает чем-то Magic Keyboard, но стоит заметно дешевле. К тому же она очень тяжелая, мне это очень нравится. Она абсолютно никуда не сдвигается с места. Даже при желании нужно постараться. В общем, получилось как-то так. Практически все готово, но еще есть над чем поработать. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Всем спасибо за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok